Аллилуйя! Бог благ, и Он очень благ, всегда и везде, во всяком месте, во всякий день. Да, и да, Он благ до конца. Да, и да, и да, и да. Выкранительными словами, а не только слушателями. Спасибо за то, что Ты следишь за тем, чтобы Твое слово исполнялось в нашей жизни. Во имя Иисуса. Аминь. Можете присаживаться. Какая прекрасная конференция! Какая привилегия быть среди таких замечательных людей, среди Вас и среди тех прекрасных проповедников и служителей. Никогда не будет точно такого же собрания, как это А то, что делает Господь, это навсегда Я верю, что после этой жизни мы с вами сможем встретиться И вы скажете «О, помните ту конференцию веры?» Потому что если Господь делает что-то, то это не увядает Это не исчезает и не устаревает, это остается навсегда Откройте, пожалуйста, свои Библии на 11 главе Матфея А еще мы будем читать из Евреев 4 главы Вы верите вместе со мной? Потому что Библия — это большая книга И в ней много всего Но Господь дает нам именно то, что нужно нам для этого конкретного времени И здесь, в 11 главе, говорит Иисус И в 28 стихе сказано «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные И я успокою вас» Скажите «Успокою» или «Покой» Покой — это очень важно Это очень важно И я говорю сейчас не только об отдыхе и сне Я говорю о том покое, о котором говорит Библия Вы должны понимать, что вы живете не только в географическом месте Не только здесь, на этой планете Вы также живете и здесь В вашем сердце и вашем разуме И из-за этого возможно находиться в лучших обстоятельствах на планете В самом большом доме, в прекрасном климате С лучшей едой И при этом быть несчастным Потому что дело не в том, где вы живете во внешнем мире А в том, что происходит внутри вас А с другой стороны Возможно находиться в наихудших обстоятельствах физически Но при этом внутри у вас будет настоящий праздник У вас есть мир Превосходящий всякое понимание Даже если снаружи все отвратительно Внутри все прекрасно А? И великое откровение И вам важно не проспать его Великое откровение Заключается в том Что только от нас зависит, что происходит у нас внутри А это зависит только от нас Далее Иисус говорит Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня Ибо я кроток и смирен сердцем И не найдете что? Покой То есть он говорит это снова Покой Он делает акцент на покое Итак, какова воля Божия? Это покой А не потрясение Это не отчаяние, не тревога, не страх, не волнение И не депрессия Его воля покой Скажите покой Давайте скажем громче Покой Это воля Божия для меня Аминь И вы можете и должны жить в его покое Каждый час каждого дня вашей жизни Аминь, это возможно? И вам нужно принять решение верить в это Это первый шаг Просто поверьте, что это возможно Все возможно тому, кто верит Аллилуйя Слава Богу А теперь давайте откроем Иоанна 14 главу Иоанна 14 глава И в первом стихе сказано Господь говорит своим ученикам о своем уходе И о том, что Он готовит для них место Если вы читали это, то помните, что они были этим расстроены Потому что Он – лучшее, что с ними случалось, верно? Их жизнь полностью изменилась с тех пор, как пришел Иисус И они просто не могли представить свою жизнь без Него Нет никакой жизни без Него Но Иисус говорит им Так должно произойти Но Я пошлю вам другого утешителя Я и дальше буду с вами через Мой Дух И теперь вам не нужно будет ждать, пока Петр договорит со Мной Чтобы вы могли поговорить со Мной Потому что теперь Я буду не просто с вами А внутри вас 24 на 7 Аллилуйя И им не нужно будет говорить Познайте Господа Потому что все будут знать Его От малого до великого в Царстве Божьем Вот как Он начинает Первый стих Иоанна 14.1 Вы открыли? Да не Да не тревожиться Как еще это можно сказать? Не позволяйте Кому обращены эти слова? К нам Иисус говорит им А мы тоже Его ученики Вы не должны позволять Вы не должны допускать Чтобы ваше сердце Тревожилось Веруйте в Бога И в Меня веруйте Вот что вам нужно делать Вместо страха Вместо волнений и тревог Вам нужно доверять Вот и было слабо и аминь Это большие ответы Это большие ответы В церкви так много отвлечений И депрессии А так не должно быть Так не должно быть Я говорю так не должно быть Но начало свободы Находится здесь Вы не должны Позволять вашему сердцу Входить в это состояние А если оно в таком состоянии То как оно стало таким Вы допустили Я допустил Чтобы оно стало таким Я служу людям В этом и в других вопросах Уже более 40 лет И были случаи Когда люди смотрели на меня И говорили Что они просто не могут Этого сделать Помню как много лет назад Я служил в школе исцеления Брата Хэггена И там была женщина Которая провела В психбольницах Половину своей жизни Она была в плохом состоянии И пришла туда В качестве последней инстанции Ее впустили А я был тогда Еще очень молодым служителем Я еще мало что знал И вот я молюсь о том Что мне сказать И Господь напомнил мне Местописание Из Иисуса Навина 1 Да не отходится я Книга закона От уст твоих Но поучайся в ней День и ночь Дабы в точности Исполнять все Что в ней написано Тогда Ты будешь успешен В путях твоих И будешь поступать Благоразумно Но она не была успешна В своих путях И у нее не было Прогресса в победе Над этой проблемой Она мучается Она болезненная Она была Недееспособна И не могла Находиться дома Не могла быть Матерью Она не могла Быть женой Потому что Часто была В психбольнице И одна из основных Причин Почему так было Это то Что она Поверила лжи Она была Полностью Убеждена В лжи Ложь состояла В том Что она Ничего не может С этим Поделать Вы со мной Или нет Она думала Что ничего Не может Поделать С тем Что она думает Она ничего Не может Поделать С тем Что она чувствует Она ничего Не может С этим Поделать Но это ложь Я говорю Что для детей Божьих Это ложь Потому что Господь сказал Не позволяй Говорил ли он Такой или нет Вы думаете Ну я не знаю Могу я это сделать Но если он Сказал вам Не позволяйте Значит в том Что он сказал Есть сила Которая сделает Вас способными Не позволить Его слова Это не просто Информация Они сила Они наделяют Силой Расширяют Возможности Аллилуйя Петр не мог Ходить по воде Пока Иисус сказал Давай Аллилуйя И в том повелении В тех словах Была сила Которая делала Его способным Сделать то Что без нее Он не мог делать Поэтому Когда Иисус Говорит Не позволяйте Вашему сердцу Тревожиться О, скажите Я принимаю Это слово Это слово Дает мне силы Силы для чего? Не позволять Моему сердцу Быть расстроенным И обеспокоенным Не быть Встревоженным Взволнованным И депрессивным Ничто из этого Не для детей Божьих Ничто из этого А теперь Откройте 27 стих И я помню Что не закончил Рассказывать вам Историю Для той женщине Которая была Из психбольницы Но Итак 27 стих Или давайте лучше С 26 Утешитель же Дух Святый Которого пошлет Отец В имя Мое Научит вас Всему И напомнит вам Все Что я говорил вам И это будет происходить В форме Мыслей Божьих мыслей От Святого Духа Аллилуйя 27 стих Связан с предыдущим И написано Мир Оставляю вам Не отделяйте Это от предыдущего Стиха Откуда берется Мир Это Его Божий мир Да Это приходит От Его Духа И Его Слово Которое содержит Его мысли Мир Оставляю вам Мир Мой Даю вам Не так Как мир Дает Я Даю вам Мир Божий В наше время Человек Может спеть Какую-то Дурацкую Безбожную Песню О суде И слушатели Говорят О Он Перенес Нас Церковь Перенес Вас Церковь Все Что он Спел Было Против Писания Перенес Вас Церковь О Слышали Эту фразу А все А все Потому Что люди Не знают Что Такое Церковь Они Даже Понятия Не Имеют Ой Я Не Знаю Как Мы Сюда Пришли Мир Не Знает Что Такое Церковь И Что Такое Мир Вы Не Можете Найти Его В Бутылке Вы Не Можете Найти Его В Таблетках Вы Не Можете Найти Его В Курении Вы Не Можете Найти Его В Шоппинге Вы Не Можете Найти Его В Славе Он Приходит Только Из Одного Источника Иисус Сказал Мой Мир Мой Мир Скажите Мне Когда Иисус Жил На Земле Он Все Время Был Расстроен Не Ужали Он Постоян Разводил Руками Негодуя О Состоянии Этого Мира Нет Он Ходил В Совершенном Мире Мы Знаем Что Так И Было Потому Что Исайя Пишет Ты Хранишь В Совершенном Мире Того Чей Разум Сфокусирован На Тебе Потому Что Он Доверяет Тебе Иисус Говорил Что Он Никогда Не Говорил Ничего Кроме Того Что Сказал Отец И Не Делал Ничего Кроме То Есть Его Разум Был Сфокусирован На Отце Его Разум Был Правильном Положении И Он Сделал Это Как Человек Без Какого Либо Несправедливого Преимущества Перед Нами Нем И Мог Сможет Сможет Скажите Это Если Он Сможет Удержать Свой Разум Сфокусирован На Господе И Он Будет Хранить Меня В Совершенном Мире В Совершенном Мире А это подсказка, как я могу не позволять своему сердцу тревожиться. Это связано с разумом и с тем, в чем находится разум. Итак, в 27 стихе он говорит, «Мир оставляю вам, мир мой даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам». И он снова говорит это. Когда Господь говорит что-то один раз, это важно. И это навсегда. А если он говорит это снова, то вам следует слушать его очень внимательно, верно? И он говорит это снова. Что же он говорит? «Да не тревожится сердце ваше». А дальше он добавляет еще кое-что. И да не устрашается. Если мое сердце боится, то почему? Потому что я это допустил. Если мое сердце тревожится, то как это произошло? Почему оно в таком состоянии? Ну, потому что дьявол меня атакует. Нет, нет. Друзья, сейчас вы услышите нечто очень важное. Вы не можете контролировать все, что происходит вокруг вас. Вы не можете контролировать людей, которые вас окружают. Вы не можете контролировать все происходящее вокруг вас. Но вы можете контролировать то, что проникает внутрь вас. И вы можете контролировать свою реакцию на происходящее вокруг вас. И делая это, вы контролируете то, где вы будете жить. Жить в мире или в смятении. Это результат нашего с вами решения. Все мы делали неправильный выбор в этих вопросах. Все мы. И Господь напомнил мне о 1 Коринфянам 13, где Павел пишет, «Когда я был ребенком, я говорил как ребенок, понимал как ребенок и думал как ребенок». Но когда я повзрослел, то отложил в сторону все детское. То есть я изменил то, как я говорю, я изменил то, как я понимаю, я изменил то, как я думаю. Большинство христиан думают, как духовные дети. Именно поэтому им так легко помешать и их так легко победить. Почему? Они как дети думают. Без контроля. И какая бы мысль ни пришла им на ум, поэтому мамы и папы, бабушки и дедушки знают, что когда дети плачут, а они хотят вас заставить перестать, то они находят им любую игрушку, делают пик-пик, смотри, ребенок такой, о, пик-пик. И какая бы мысль к ним ни пришла, они сразу же следуют за ней. Или же вы покажете им леденец, и они такие, о, леденец, правда? Правда? Они такие, эй, щеночек! Вон, смотри, хот-дог! Все, что слышат их уши, или видят их глаза, или все, что они чувствуют, они ориентируются только на свои чувства. И там, где их чувства, там и их разум. Но это маленький ребенок. Так поступают дети. Верно? Если вы не измените такое поведение, то вы не сможете удержаться на работе. Вы сидите у себя в офисе, и вдруг видите открытку, такие, о, открытка! О, самолет! И если вы будете делать так весь день, то не сделаете никакой работы. Думать как ребенок. Думать как ребенок. Тогда вас очень легко отвлечь. Легко запутать. Помню, как Кеннет Хэгген, который сейчас на небесах, мой духовный отец, рассказывал о начале своего служения. Он начал молиться о кровати, когда еще был прикован к постели. Ему говорили, что он умрет в 16, и иногда он молился полночи, иногда всю ночь. Он начал делать это еще в юности. Но он рассказывал, когда он начал свое служение, то в первых церквях, где они с женой были пасторами, в их доме совсем не было места. У него не было кабинета или отдельной комнаты, поэтому ему приходилось учиться в одной комнате с их детьми и женой и всем, что там происходило. И ему пришлось научиться концентрироваться и понять, насколько концентрация важна для духовного развития. Развить в себе способность фокусироваться и игнорировать все отвлечения. И если вы не научитесь это делать и так поступать, то вас будет легко отвлечь и легко победить. В книге чисел сказано, что люди роптали на Бога, и их лагерь наполнили змеи. Помните это? Они жалили людей, и многие люди умерли. Моисей вызвал Господу, и Господь сказал ему сделать медного змея на шесте. И сегодня это является символом медицины. Вот откуда взялся этот символ. И Господь сказал ему, подними этого змея на шесте. Вы должны понимать, что там было несколько миллионов человек. Это огромная группа людей. Если бы я выпустил двух змей в этом зале, всего двух. Всего двух в этом зале. Всего две змеи. О, вы бы все заметили движение. Я вам это обещаю. Но мы не знаем, сколько тысяч ядовитых змей проникло в этот огромный лагерь. Они кусают людей, люди умирают, и посреди всего этого Господь говорит Моисею поднять этого змея на шесте. Он должен был быть достаточно большим и длинным, чтобы все могли его видеть. А затем ему нужно было крикнуть, вам нужно перекричать весь шум. И он сказал, каждый, кто посмотрит на него, будет жить. А в расширенном переводе указано, что слово «посмотрит» не означает мимолетно брошенный взгляд. Оно означает непрерывный поглощающий взор. Зафиксировать свой взгляд на нем. А это был прообраз Иисуса на кресте. Вы скажете, медный змей, прообраз Иисуса? Да, потому что он стал грехом из-за наших грехов, когда висел на кресте. Медь символизирует суд. Змей символизирует грех и так далее. Но нужно было смотреть на змея на шесте. Только подумайте об этом. Представим, что вы там, ваш друг лежит вон там, мертвый. Вокруг ползают змеи. Вас ужалили. Вы чувствуете, как яд начинает влиять на вас, на вашу нервную систему. И посреди всего этого, если вы хотите жить, я говорю, если вы хотите жить, то вам нужно игнорировать змей, людей вокруг, пыль, смерть, симптомы, и вам нужно зафиксировать свой взгляд. Что вы видите? Ничего, кроме Иисуса. На что вы смотрите? Ни на что, кроме Иисуса. Ничего, кроме Господа и Его мыслей, которые Он дает мне. Ничего, кроме Его слов, которые Он дает мне. И Библия говорит, что каждый, кто смотрел, жил. Они не только не умирали, но и яд в их венах нейтрализовался и не причинял им никакого вреда. Сила Божья может исправить все, что угодно, если мы сделаем правильный выбор в плане того, на что смотреть, что слушать, о чем думать и что говорить. Но вы заметите, что многие христиане говорят, «Я ничего не могу с этим поделать». И эта ложь держит их в рабстве. Та женщина, о которой я начал вам рассказывать ранее, из психбольницы, я говорил с ней, и Господь привел мне на память Иисуса Навина 1.8, «Да не отходится я книга закона от уст твоих, но поучайся или размышляй над ней». Скажите, «размышлять». Размышляй на ней день и ночь. И я прочел ей это место. Я дал его ей, а она смотрит на меня и напоминаю, что у нее проблемы с психикой. Она смотрит на меня и говорит, «Это невозможно сделать». Никто не может этого сделать. Она просто озвучила мысли многих людей. «Это невозможно сделать». Говорю, «Что невозможно?» «Размышлять над словом днем и ночью». Никто не может этого сделать, а это невозможно. И прямо из моего духа вышло. Я даже не задумывался над этим, она просто вырвалась из моего духа, из моих уст, и я сам узнал это лишь тогда, когда это сказал. И слава Богу за дух святой. «Мое любимое занятие – учите проповедовать мне своими силами». Иногда люди подходят ко мне и говорят, «О, брат Кейт, это было так хорошо!» И они начинают рассказывать мне, что их так тронуло. Я такой, «Эй, минутку, минутку, повторите еще раз, а мне нужно это записать». И вот что вышло из моего духа. Сестра, вы уже думаете что-то днем и ночью. Поэтому вопрос не в том, можете ли вы думать о чем-то днем и ночью. Вы уже думаете что-то, вы уже думаете о чем-то. И очевидно, что это что-то неправильное, что довело вас до психбольницы. А Бог просто говорит, «Перестаньте думать об этом и задумайтесь о том, что Я вам сказал». Но нужно не просто прийти на хорошее собрание и послушать какую-то проповедь, а вам нужно продолжать думать о ней до конца дня, и вечером, и завтра. Днем и ночью, днем и ночью. Я прав или нет? Днем и ночью, ночью и днем. И вы заметите относительно всех спикеров на этой конференции. Вы заметили, что вчера они не просто разбирали слово? Вы слышали, как места Писания буквально текли из этих людей? О чем это говорит? Они думали о Слове Божьем днем и ночью на протяжении десятилетий. Днем и ночью, десятилетиями. Брат, Копланд и Глория это прекрасные примеры этого. Мне доводилось проводить с ними время не только на собраниях, но и один на один. И я скажу вам, что то же самое, что вы видите на сцене, вы видите и в обычной жизни. Если мы вместе завтракаем, там обязательно будет звучать Слово Божие, Слово Божие, Слово Божие, Слово Слово, Слово. А затем, о чем мы говорим за обедом? О Божьем Слове, Слово Божие, Слово, Слово Божие, Слово, Слова, Слова. И то, что вы слышали 2000 раз в проповедях, приводит нас в восторг еще больше, чем когда-либо. И Слово, Слово, Слова. Дело не только, в том чтобы прослушать пару проповедей прийти в восторг и что-то законспектировать это должно быть не только мысль но эта мысль должна стать частью вас не просто тем что вы услышали а частью вас самих и когда вы смотрите как в зеркало на славу божью вы изменяетесь в тот же образ на который вы взираете от славы и славу духом живого бога вы изменяетесь вы думаете об исцелении смотрите на исцеление думайте об исцелении говорить об исцелении думаете об исцелении, говорите об исцелении и не замечаете, как вы уже исцелены. Верно? Вы говорите о том, что Бог дает приумножение. Смотрите на это, думайте о сенней жатве, говорите об этом, смотрите на это, думайте об этом и следующее, что вы видите, у вас есть это приумножение, вы процветаете. Аллилуйя! Слава Богу! Откройте, пожалуйста, 2 Коринфяна, 10 глава. Мы продолжаем говорить о входе в покой, хотя эта тема включает множество аспектов. А что же не дает нам войти в покой? Откройте тогда лучше Евреям 4 главу. Нам нужно поговорить об этом еще немного, прежде чем идти дальше. Знаете, иногда хочется сразу перейти к тем местам Писания, которые вызывают у вас восторг. Но все Писание, оно хорошее. Итак, Евреям 4. И если у вас есть время, то я хотел бы прочесть всю главу. Это всего лишь 16 стихов. Глава не очень длинная. Я хочу прочесть всю главу. И вы заметите, что тема главы это покой. Обратите внимание, как часто он говорит и повторяет это. Евреям 4.1 «Посему будем опасаться, чтобы когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим». Можно ли остаться без того, что Бог пообещал вам? Да, можно. И часто это результат того, что человек не слушал, не слушал и не делал. Идем дальше. «Ибо и нам оно возвещено». Оно — это Евангелие, благая весть, благая весть о бескуплении, избавлении и исцелении. Евангелие было возвещено нам так же, как и им. Библия говорит нам, что и Авраам услышал Евангелие. Она так же говорит, что первое поколение израилетян, которые вышли из Египта, тоже услышали Евангелие. А что такое Евангелие? Это хорошая новость. Когда вы родились в рабстве, ваши родители были рабами, ваши бабушки и дедушки были рабами, и так 400 лет. И вдруг вы слышите, что вы больше не будете рабом. Никто больше не будет контролировать вашу жизнь. А так же вы можете быть исцелены и можете получить серебро и золото. И Бог выбрал для вас место. У вас могут появиться собственные сады, плантации, собственный дом, и все это будет вашим. Вы были рабом, а теперь вы землевладелец. Это хорошая новость? Или это хорошая новость? Именно такое послание дал им Бог. Я выбрал для вас место, и вам даже не нужно будет орошать его, как вы делали это в Египте. Я слежу за этим местом, посылаю туда дождь, забочусь о нем. А? И вы переедете туда, в дома, которые вы не строили, к колодцам, которые вы не копали, к садам, которые вы не сажали. Это хорошая новость? Я говорю, это хорошая новость? И никто из них не получил этого. Никто из них не наслаждался этим ни единого дня, кроме Иисуса Навина и Халева. Почему я заговорил об этом? Потому что тут сказано, чтобы и вы этого не лишились. То же самое, что произошло с израилетянами, которые не пошли в землю обетованную и умерли в пустыне молодыми, происходит с верующими и сегодня. Вот о чем идет здесь речь. Не о том, что вы останетесь без Бога и пойдете в ад, а о том, что вы не войдете в Его покой и в этой жизни не будете наслаждаться полнотой Его благословений и обеспечения и всем прочим. О, Господь, как это важно! Спасибо, что помогаешь мне. О, я постоянно забегаю вперед. Спасибо, Господь. Вы верите вместе со мной? Тех людей убила мысль. Убила мысль. Что вы имеете в виду? Ни великаны не дали им войти. Потому что позже их дети победили тех великанов и вошли в землю. Ни стены не дали им войти. Я думаю, что одна из причин, почему Бог совершил чудо с Ерихоном, это чтобы доказать, что стены – это не проблема. Бах! И все! Они просто уронили их. Господь уронил. И Он мог сделать то же самое и для первого поколения. Он продемонстрировал это. «Знаете, что не дало им войти?» Вы все умрете здесь, в пустыне. Вы все умрете. Вы все умрете. И дьявол вложил в их головы эту мысль. И они приняли ее. И она встревожила их. Встревожила или нет? Они позволили страху войти на полную. Они позволили тревоге захватить их сердца. Они приняли эту мысль. И сколько бы чудес ни делал Бог, если возникала малейшая проблема, они все начинали говорить. «Мы все умрем здесь, мы все умрем». Вот что их погубило. Не великаны. И не пустыня. А вот эта мысль. Вы знаете, почему мы с вами сейчас не в Эдемском саду? Из-за мысли. Я говорю вам. Пришел дьявол. Верно? Он заговорил с Евой, и Адам был рядом. И он спросил о дереве. Я вознала ответ. Она сказала, «Мы не едим с этого дерева, потому что иначе мы умрем». Что говорит дьявол? Не умрете. Не умрете. И эта мысль, она восстала. О, вы видите это или нет? Против познания Бога. Бог сказал, «Вы умрете». А что сказал дьявол? Вы не умрете наверняка. Он знал, что они понятия не имеют, что такое смерть. Но это не важно. Вам не обязательно знать, чтобы верить в то, что сказанное Богом – это правда. держаться этого и не прокручивать никакие другие мысли, противоречащие тому, что Бог вам сказал. Именно поэтому Иисус назвал веру сотника великой верой. Почему? Сотник привык крутиться в военных кругах, и римляне были очень строгими. Если вы получали приказ, то не могли сказать, «Ну, что-то мне не хочется». Иначе после этого вам больше ничего не захочется. Сотник сказал, «Я человек подвластный, и подо мной есть люди, и когда я говорю ими, те не идут. А когда я говорю им что-то делать, они делают». Знаете, что он тем самым говорит, «Я признаю вас, сэр, у вас есть власть, вы командир, и ваши слова имеют вес». И я говорю, «Разрешите исцелиться, сэр». А он отвечает, «Ты уже исцелен». И без каких-либо колебаний я отвечаю, «Спасибо, сэр!» и ухожу. Вот и все. Вот и все. И не нужно прокручивать никакие другие мысли. А если вы не будете прокручивать никакие другие мысли, то у дьявола не будет рычага влияния. Он не сможет ничего сделать с вами. Вы не будете рассуждать с ним и даже не будете говорить с ним. Вы лишь будете повторять, «А, неа, Бог сказал!» «А, неа, Бог сказал!» Разве не именно так как Иисус победил дьявола в пустыне? На все выдумки дьявола он отвечал, «Бог сказал!» «Написано!» «Написано!» «Написано так же!» Но это требует дисциплины. Дисциплины разума, дисциплины фокуса, потому что дьявол – мастер отвлекающих маневров. О, он отвлекает людей уже тысячелетиями. И не нужно недооценивать его изобретательность. А если вы мыслите по-детски, если вы мыслите по-детски, то он может делать с вами все, что угодно. Вы будете нестабильны, будете поддаваться всем мыслям и чувствам, противоречащим Слову Божьему. Но когда вы, как говорил брат Копленд, ставите Слово Божье на первое место и делаете его наивысшим авторитетом, аллилуйя, и как только вы получаете то, что он говорит, вы не открыты ни к чему другому. Вы не открыты ни к чему другому. Вы ни с кем не говорите ни о чем другом, и вы начинаете слышать, «О, да ты какой-то зашоренный, ты узколобый, да, и еще спасенный при этом?» Есть широкий путь, в который входят все мысли, идеи, но он ведет с обрыва в пропасть. А есть прямой и узкий путь, ведущий в жизнь. Я говорю, это жизнь. Нам нужно ускориться, если мы хотим прочесть всю эту главу. Спасибо за помощь. «Ибо и нам возвещено Евангелие». А нам было возвещено Евангелие? Для них благовесть звучала так. Идите в землю, которая течет молоком и медом. Вам больше не нужно быть рабами. Вам больше не нужно терпеть избиения. У вас больше не будут отнимать вещи. И у вас будет ваше. Если вы захотите просто лежать в гамаке полдня с видом на ваши прекрасные сады, и на ваши виноградники, и на ваши отары, на ваших овец и коз, и это благая весть. Я говорю, это благая весть. Но они лишились этого, потому что не вошли в покой. Земля, обетованная, была буквальным покоем. Выходите из уз рабства, и вы сможете успокоиться и отдохнуть, быть исцеленными, процветающими и свободными. Но, как мы говорили ранее, вы живете не здесь. Вы живете здесь. И если вы не в покое здесь, то вы не можете быть в покое и здесь. Если ваше сердце не в покое, то и ваш разум не в покое. А если ваше сердце и разум не в покое, то ваше тело не отдыхает. И даже если вы достаточно спите и делаете все правильно, вы все равно не отдыхаете. И со временем у вас развивается хроническая усталость. И никакое количество сна не может этому помочь. И лекарства не исправят ситуацию. Вы можете закидываться лекарствами и быть наполовину в коматозном состоянии, но вы не отдыхаете, потому что у вас нет покоя. Ваше тело может быть вялым, но как только заканчивается действие лекарств... Много лет назад, когда я работал в школе исцеления Коннета Хэггена, я заинтересовался долголетием и тем, что с ним связано. И я начал изучать людей, которые прожили долго. Я пришел к выводу, что одно из препятствий долголетия это стресс. Это стресс. Мы с вами, наш внутренний и внешний человек, не были созданы для того, чтобы справляться с ним. Мы не были созданы для этого. Поэтому Иисус сказал, «Возложите все ваши заботы на Меня и не заботьтесь ни о чем». Так или нет? Не принимайте никаких тревожных мыслей. Почему? Это вас сломает. Если вы день за днем, год за годом волнуетесь, то это измотает вас преждевременно. Это влияет на все системы вашего тела. И вы ничего не можете поделать с этим. Вы не можете это остановить. Человек не может этого остановить. Единственный выход – это войти в покой здесь. И если вы в покое внутри, то ваш разум может успокоиться. А если ваше сердце и разум в покое, то и тело может расслабиться. Аллилуйя! Ваше сердце может отдохнуть, ваши легкие могут отдохнуть, ваш мозг может отдохнуть. А когда вы отдыхаете, вы восстанавливаетесь. Скажите «покой» и «восстановление». Покой и «восстановление». Покой и «восстановление». Аллилуйя! А вы знали, что именно это и должно давать вам говорение на иных языках? Помните это место из Писания? Вот покой! Как-то слабовато. Давайте еще раз. Вот покой! Дайте покой утружденному, и вот успокоение! И здесь Библия говорит о говорении на иных языках, о назидании и созидании себя на вашей святейшей вере. Но это не значит вопить на дьявола на протяжении трех часов. Это не покой! О, расслабиться! Упасть в руки Вечного! Аллилуйя! В безопасности от всех тревог! Иисус сказал, «Никто не может вырвать их из рук Моего Отца!» Скажите, «Я в руке Отца!» Никто и ничто не может вырвать Меня из Его руки! И в этом месте я могу иметь покой. Я могу возложить все мои заботы, волнения и тревоги на Него. Я могу вздохнуть с облегчением и сказать, «Все будет хорошо! Все будет лучше, чем хорошо!» Мы будем не просто выживать, а преуспевать! Аллилуйя! Мы поднимаемся все выше ради Иисуса! Аллилуйя! А Он больше, чем достаточно для этой цели. И все, что мне нужно сделать, войти в покой и оставаться в покое. Но почему они не сделали этого? Все то поколение, сотни тысяч людей не сделали этого. И автор послания предупреждает нас, пусть такого не случится с вами. Продолжаем читать. Третий стих. «А входим в покой мы, увервавшие». Вот как мы входим в покой. Как мы уже говорили, если вы не в покое внутри, то вы не можете быть в покое снаружи. Не можете. Также, если вы не доверяете, то покоя тоже не будет. Покой в Боге — это результат веры или доверия Богу. Доверие. И нравится вам это или нет, но волнение — это признак того, что вы Ему не доверяете. Тревога — это доказательство. Не теория, а доказательство того, что вы Ему не доверяете. Вы либо не знаете, что Он сказал. Конечно же, вы не можете доверять, если вы даже не знаете. Или же вы слышали, что Он сказал, но этого было вам недостаточно, и вы все еще расстроены. О, вы так притихли. Как бы долго вы ни были в этом, как бы долго вы ни проповедовали это, но почти все в этом здании знают, что вам следует возлагать все свои заботы на Него. Но кто из вас действительно делает это? Не нужно гадать. Просто посмотрите на их лица. Это все, что нужно. Прислушайтесь к тону их голоса. Понять не так сложно. Потому что, когда вы входите в покой, вы успокаиваетесь от своих дел, как Бог успокоился от своих. Это одна из десяти заповедей, чтобы вы работали шесть дней, а на седьмой день – священный шаббат, и вы не делаете никаких дел. А сколько проповедников проживают не больше двух часов без работы? Я уже не говорю о целом дне. Особенно с современными технологиями. Вы можете быть заняты, проверяя то и это, пересматривая то и сё, и никогда не отдыхаете. Вы даже не понимаете, что это страх. Страх того, что я могу что-то пропустить. О, мне нужно проверить все те посты. Правда? О, нет, я так не думаю. Я ничего не проверяю, и при этом я в порядке. Господь сказал, я немного перефразирую, я не хочу, чтобы ты или человек, который работает над тебя, или твоя корова, или твой осёл, или твоя собака, делали весь день хоть что-то, кроме отдыха и размышления обо мне. И Библия говорит, что сам Бог, Он занимался сотворением мира шесть дней, а на седьмой день Он отдыхал и обновился. Бог? Там не сказано, что Он устал, потому что Бог не изнемогает. Но при этом сам Бог обновил силы, когда отдохнул. Аллилуйя! Большая часть этого поколения не умеет отдыхать, а наши отпуска. И вы называете это отдыхом? Постоянно придерживаться графика, спешить куда-то, то сюда справляться с задержками и отменами рейсов. А сколько людей говорят, «О, мне нужен ещё один отдых после такого отдыха». Верно? Отдых от отдыха. Мы смеёмся, но когда вы отдыхаете? Когда вы отдыхаете? Когда? Когда у вас проходит весь день, и вы вообще не работаете? Никакой работы. Совсем никакой. А Господь повелел это. Из-за нарушения этой заповеди было даже наказание смертью. А каждое несколько лет наступал шаббат покоя для земли. Бог сказал, «Я хочу, чтобы ваша земля отдохнула, чтобы весь ваш скот отдохнул, чтобы все ваши кони отдохнули». Отдыхайте. А вы знали, что в наше время можно развить зависимость от занятости? Это как курение. Родители моей жены Филлис курили долгое время, но они оба приняли Господа и исполнили Святого Духа, получили свободу от многих вещей, но 15 лет после отказа от курения мой тесть все еще иногда делал так. Он был заядлым курильщиком, он курил одну сигарету за другой, он выкуривал по несколько пачек в день. У него была сильная зависимость. И ему было странно, что после стольких десятилетий он ничего не делал пальцами или руками. Вы можете развить зависимость от занятости. А еще для некоторых людей это предмет гордости. «О, я такой многозадачный! Я просто восхитителен! Тут у меня крутятся тарелки и тут, и там, и на ноге!» И они очень впечатлены тем, что они могут делать одновременно. А на самом деле не бывает такого, как делать две вещи одновременно. Нет. Господь благословил меня, и я стал пилотом реактивных самолетов. Я летал на самолетах со скоростью тысячи километров в час, и, сидя в кабине с низким потолком и огромной приборной панелью, вам нужно одновременно следить за пятьюдесятью показателями. И кто-то скажет, «Так вы многозадачный!» Нет. Каждый раз, когда вы поворачиваетесь от одного к другому, вы что-то упускаете. Вы можете прыгать с места на место, но вы не можете смотреть на одно и то же одновременно. Делая это, вы упускаете что-то другое. Поэтому гордость, типа «О, я могу разговаривать с вами, пока набираю сообщения, или пока я делаю туалет». Нет. Вы не отдыхаете. У вас нет покоя внутри, а значит, и нет покоя снаружи. И вы уже видите признаки этого. Это изнашивает и ослабляет вашу иммунную систему. Говорю вам, мы не созданы для этого. Мы созданы для того, чтобы носить его ярмо и его иго, которое легкое. Легкое и простое. А затем отдыхать, когда он говорит вам отдыхать. Войдите в покой. Не пытайтесь впечатлить его, продолжая делать что-то. Отключите это. Отключите. Закройте. Это никуда не денется до завтра. Друзья, когда вы искренне успокаиваетесь и затихаете, к вам начнут приходить Божьи мысли. Аллилуйя. И как одна мысль от дьявола запутала Адама и Еву, одна мысль запутала множество израилетян, вышедших из Египта, так и одна мысль от Бога. Вот что такое слово. Одно слово от Бога. Что такое слово? Слово – это контейнер и передатчик мысли. Если слово не передает мысль, то это бессмысленный звук. Бессмысленный. Для вас. О, но когда к вам приходит мысль от Бога, халлилуйя. Возможно, мы сделаем это позже, потому что сейчас у нас нет времени, но его мысли, ничто не сравнится с его мыслями. Что такое мысль? Что это такое? Мысли, они духовные. Люди говорят, нет, они продукт разума. Нет, они происходят из духа. Они духовны. И для людей, которые говорят, ну, я могу поверить лишь то, что я вижу или чувствую, или могу потрогать, нет, это не имеет смысла. Можете ли вы потрогать мысль? Можете ли вы ее понюхать? Можете ли вы ее попробовать на вкус? Что такое мысль? У вас когда-то была мысль? Люди смотрят на меня, такие, что? Мы люди слова. И это правильно. Мы десятилетиями подчеркиваем важность слов и их силу. И это правильно. Но я думаю, что мы недостаточно говорим о мыслях. Невозможно отделить слова от мыслей. Слово не имеет смысла, если оно не передает мысль. Божьи слова. Вы понимаете, что Бог не просто говорит на английском. А? Бог существовал тут задолго до появления английского. так на каком языке говорит Бог? На всех языках. На любой, который Ему нужно использовать, чтобы передать мысль. Итак, слова не меняются, а мысль нет. Аллилуйя. Аллилуйя. И хочу предостречь вас относительно современных переводов. Очень многие из современных переводов Библии не являются переводами. Это перефразировки. Что я имею в виду? Как вы знаете, изучение слова – это часть моей работы. Я очень тщательно отношусь к этому, но я думаю, что каждый верующий должен хотеть изучать не чье-то мнение о том, что сказал Бог, а то, что Он сказал на самом деле. А также, какие именно слова Он использовал, чтобы передать эту мысль. Потому что Бог использует одно и то же слово через все Писание, чтобы передать ту же мысль. И Он хочет создать связь, чтобы когда мы услышим это слово, у нас возникла та самая мысль, а не какая-то другая. Итак, я не говорю, что не стоит их покупать или читать их, но понимаете, что вы читаете, когда читаете эти перефразировки. А если возникают какие-то вопросы, то обратитесь к чему-то хорошему. Мне нравится буквальный перевод Янга. Его нелегко читать, он написан как оригинал, но доктор Янг также был автором библейского словаря Янга. И я хочу сказать, используйте подобные буквальные переводы, чтобы вы могли кое-что увидеть, поскольку неверное слово может передать неверную мысль. А у вас должна быть правильная мысль, и вы должны увидеть ее непрерывность, как Божье совершенство. Как же нам закончить эту главу, ребята? А входим в покой мы, уверовавшие, так как Он сказал, «Я поклялся в гневе Моем, что они не войдут в покой Мой», хотя дела Его были совершены еще в начале мира, потому что Он совершил все и отдыхал. А как насчет работы Христа? Это завершенная работа. Он висел на кресте и сказал, «Свершилось!» Что свершилось? Что свершилось? Все, что нужно было сделать, чтобы выкупить нас, искупить нас, исцелить нас, освободить нас, обеспечить нас и защитить. Он совершил полное искупление, Он сделал это не только в духе, но пошел туда духом, душой и телом, и искупил нас в духе, душе и теле. И это все завершено. И когда Он вознесся, после тех трех дней и ночей, Он сел, Он сел, Он сел, одеснуя Отца на небесах, и там Он вечно живет и ходатайствует за нас с вами. Завершено. Покой. Скажите, «Успокоиться в завершенной работе моего Искупителя Христа». Успокоиться в завершенной, законченной работе. Продолжаем читать. Четвертый стих. «Ибо негде сказано о седьмом дне так, и почил Бог в день седьмый от всех дел своих». Скажите, «Бог отдыхает, и я тоже». А сейчас мы произнесем исповедание веры. Готовы? Скажите, «Я отдыхающий». «Я умею отдыхать». «Я не непослушный». «Я отдыхаю тогда, когда я должен». «Я хорошо умею отдыхать». «Хотите увидеть того, кто умеет отдыхать? Посмотрите на меня». «Я говорю, я вас тоже». «Верно? Скажите это». «Хотите увидеть того, кто умеет отдыхать? Посмотрите на меня». «Хотите уйти 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 у